Новый год тулики встретили почти на 77% спокойнее, чем в прошлом году. Об этом говорят цифры, которые озвучили на оперативном совещании. Порядка 1200 человек обратились в адрес единой дежурно-диспетчерской службы. Для сравнения, в начале 2017-го ОЧП сообщили свыше 5000 человек. Хотя не исключено, что статистику прошлого года подпортила авария с водой в Пролетарском округе. Тем не менее, мэр города данной ЕДДС подтверждает. Ведь у Юрия Цкипурия своя статистика. Он общался с жителями. Все работало четко. Я общался с жителями, с населением также, с людьми, по телефону. И вот так, в общем-то, встречи были. Все были очень благодарны. Реакция на неординарные ситуации, какие-то аварийные ситуации тоже была четкой. Здесь тоже особо проблем не было. Все сработали четко, кроме руководителей управляющих компаний. В УАТОН за 10 праздничных дней успели объехать свыше 280 контейнерных площадок. На 57 выявлено нарушение. На уборку мусорных завалов сотрудники фирм тратили в среднем по 8 часов. Из проблемных контейнерных площадок хотелось бы отметить, это городской переулок дом 35 и Некрасово 58, которые обслуживаются управляющей компанией УЖХ. Ввиду ненадлежащего содержания в новогодние праздники данных контейнерных площадок, данной управляющей компанией направлено уведомление для составления протокола по статье 8.11.1 Закона Тульской области об административных правонарушениях. Глава администрации уже давно нашел решение многих коммунальных проблем. Он предлагает снимать с должности руководителей недобросовестных управляющих компаний. Сдали теорию, получили лицензию, берут плату жителей, а работу не выполняют. Такие УК в городу не нужны. Все идет от руководителей. Если не организация не исполняет свои обязательства перед людьми, в том числе перед местной властью, то есть не содержимым отец ставим, ну значит руководители так работают. Ну понятно, 8.11. Ну что же, и сколько будет нас от директора тренировать. Задания на Новый год сотрудники управления по административно-техническому надзору получили. Они должны через суд лишить УК нарушителей лицензии на обслуживание жилых домов. Поддержку в борьбе с коммунальщиками Авилов предложил искать в ГЖИ. Илья Логинов, Игорь Щепотьев, Новости Тулы.